Музыка В году есть один день, который полностью принадлежит женщине, больше всего нас любящей. Мамы, молодые и красивые, седые и уставшие, добрые и строгие. До самой старости они остаются для нас все теми же незаменимыми. И на протяжении всей жизни нам всегда так нужен мамин совет. Мамы разных профессий. Дома они без выходных, больничных и отпусков, сразу на нескольких должностях. Няня, воспитатель, учитель, психолог, врач, медсестра, швея, повар. Ей всегда нужно быть в хорошем настроении, чтобы подавать пример своим детям. Я родилась на севере Иркутской области, в небольшом городке, районном центре, который стоит на реке Лени. Город называется Усть-Кут. Моя мама была учительницей математики в школе, отец – инженер-строитель. В семье у нас было трое детей. У меня был брат. К сожалению, он погиб в молодом возрасте. Есть младшая сестра. В детстве я очень часто болела. И мне приходилось много общаться с врачами, часто бывать в больнице. И вот с ранних лет меня завораживала больничная атмосфера. Белый цвет, запахи, звуки. Я трепетно относилась к врачам. Когда подросла, поняла почему. Потому что врачи – это особые люди. Это интеллигентные люди. С очень сильным интеллектом. Немногословные, сдержанные, решительные. Готовые к самопожертвованию, самоотдаче. И поэтому, когда я закончила школу, я поступила в Новосибирский государственный медицинский институт. Там я рано вышла замуж на третьем курсе. И попала в семью, где много врачей. Ну, практически все врачи. То есть у нас династия. И родоначальником этой династии является моя свекровь, мать моего мужа Кузьмина Юлия Васильевна. Она всю жизнь отработала хирургом. В том числе достаточно длительно заведовала хирургическим отделением в Барабинском, Барабинской центральной районной больнице. Мой муж тоже врач-хирург. Его сестра, ее муж, их дети врачи. И мои две дочери тоже выбрали профессию врача. Старшая дочь Виктория по специальности акушер-гинеколог. Но жизнь сложилась так, что сейчас она работает крупным менеджером, топ-менеджером, крупной фармацевтической компанией, и живет в Москве. В нашей семье мама – это ось. Вокруг нее мы все крутимся, мы к ней все тянемся. На ней очень много держатся отношений внутри семьи. Она очень тонкий дипломат. Она умеет выстраивать взаимодействие и в близком семейном кругу, и среди всех наших многочисленных дальних родственников. Поэтому, конечно, вот, как правило, через нее смягчаются какие-то вещи. И есть такое ощущение, что вокруг нее, как вокруг тепла, мы все вместе. Младшая дочь Анастасия и ее муж – врачи. Они живут и работают в Новосибирске. У меня есть внук Петр и две очаровательные маленькие внучки, шести-восьми лет, Ульяна и Вероника. И я надеюсь, что кто-то из них, наверное, тоже станет врачом. Какая она моя мама? Ответить на этот вопрос я смогла только тогда, когда сама стала мамой. Моя мама – это борец, человек со стержнем, человек, который ищет выход из ситуации, как бы она ни складывалась. Моя мама – это огромное поле любви. Любви, которая долго терпит, милосердствует, ничего не просит взамен. Моя мама – врач. Не просто в профессиональном смысле, а человек, который лечит душу. Она способна выслушать, поддержать. В любой момент, даже если знает, что ты не права. Всегда наставит на нужный путь, поддержит. Получается, у нас большая семья. Все мы живем в разных городах. Но, тем не менее, у нас есть традиция. Два раза в год мы всей семьей встречаемся дома в Барабинске. Дети и внуки приезжают в канун Рождества, общаются здесь, катаются на лыжах, коньках, ходят на горку. И вторая наша встреча бывает летом, на чинах, где у нас с мужем в деревне мы купили небольшой домик. Быть родителями, быть матерью – это, наверное, основная и очень сложная миссия. Ведь нужно не только дать детям жизнь, но и затем сделать так, чтобы они жили спокойно, уверенно и достойно. Когда меня спрашивают, как вы учили своих детей, чему вы их научили, я говорю, что на этот вопрос трудно ответить. Мама учит своего ребенка всему. Но самое, на мой взгляд, главное, чему я хотела научить своих детей, это не бояться делать добрые дела, добру людям, не считаясь со своим временем, со своей занятостью. Кроме того, я всегда учила своих детей быть порядочными людьми, доводить начатое дело до конца. Поскольку они девочки, я учила их быть хозяйками. Ну и обязательно учила, чтобы они берегли свое здоровье, то есть здоровому образу жизни. Один из вопросов, которые могут задать при вот таких вот встречах, а что бы вы сказали себе, если бы встретили себя сейчас маленькой девочкой? Я думала об этом и сказала бы, наверное, ей, что в принципе я счастливый человек. Во-первых, потому что на моем пути встретились множество замечательных, хороших людей. Это и мои родители, это и мои друзья, это мои учителя, учителя моих детей, это мои коллеги. Без них, наверное, я бы, собственно, и свою миссию матери тоже не смогла полностью исполнить. Поэтому, ну, наверное, как-то так. Дорогие женщины-матери, мамы, мамочки, я поздравляю вас с наступающим Днем Матери. Хочу пожелать вам. Любите и принимайте своих детей такими, какие они есть. Балуйте их больше. И если дети в чем-то не очень успешны или не отвечают вашим притязаниям, не отчаивайтесь, не опускайте руки. Дети очень пластичны. Они очень реагируют на внимание, на занятия с ними. Не бойтесь потратить время, не бойтесь каких-то материальных вложений. Занимаясь со своими детьми, вы обязательно добьетесь хорошего результата. И дети всю жизнь будут это помнить и благодарить вас за ваше внимание и участие. Я желаю вам терпения, выдержки, мудрости. Говорят, что самый сильный фактор воспитания детей – это личный пример. Я желаю вам без конца совершенствоваться самим. И будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует... И сделает это максимально деликатно. Я хочу пожелать своей маме каждый день просыпаться с радостью. Принимать себя. Видеть, какая она красивая. Видеть, как похожи и как одновременно не похожи на нее и ее внуки. Слышать, как они смеются. Учиться у них чему-то новому. Дорогая мама, мы хотели бы сказать тебе, что мы очень тебя любим и очень тебе благодарны за то, что ты у нас есть. И за все то, что ты каждый день даришь нам всем.